Ну что ж, товарищи, у нас с вами послезавтра 50-сантиметровые сугробы. А где-то там, в Попуа-Новой Гвинеи, даже не знают, что такое снег. А вот Николай Николаевич Миклух-Маклай знает и то, и другое. Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане Института устаковедения Российской Академии Наук. Основатель и директор фонда имени Миклух-Маклая, Николай Николаевич, рад нашей новой утренней встрече. Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Очень рад встрече. Сегодня мы поговорим, наверное, опять о Попуа-Новой Гвинеи. Я подозреваю. Подозреваю, да. Николай Николаевич, а как мы вот сфокусируем нашу тему? Ну, я предлагаю сегодня поговорить об одной из самых, по статистике, криминальных столиц и жизни между двух миров. Одной из интереснейших деревень – Хануабаду, которая около 20 тысяч численность населения которой. И это очень известное племя Моту. В Попуа-Новой Гвинеи у нас есть 829 зарегистрированных языков. На тот год было. А официальных в Попуа-Новой Гвинеи – это Токписин, Моту, Херемоту и, соответственно, английский язык образования. И вот поэтому о Моту как раз было бы интересно нам, наверное, сегодня рассказать нашим слушателям. Что думаете? Ну, конечно, если это криминальная столица государства. Неужели там, вот, Николай Николаевич, неужели там прямо опасно, как, например, в этой… Сейчас, где же там опасно-то? В Калунии. Да. Ну, Венесуэла и Каракас считаются самой криминальной столицей. Ну, вы знаете, статистика по криминальной или некриминальной столице очень часто измеряется карманными кражами. Действительно, такое присутствует. И если, например, ходить с открытыми карманами, то можно оказаться без… Открытыми – это, в смысле, не зашитыми, да? То есть надо, выходя на улицу, штопать карманы быстро, нитки. Штопать или с молнией можно. Сейчас же новые технологии, вы же забыли. Можно при помощи молнии закрывать. Так вот, интереснейшая ситуация. Вы не представляете. Столица Папула-Новой Гвинеи, она действительно быстро растущая. С 2018 года там началось очень серьезное строительство и привлечение инвесторов, поэтому действительно хорошие пятизвездочные отели, Хилтон, другие. Все очень красиво и великолепно. И с каждым годом приезжают многие инвесторы, экспаты работают. И тут же, прямо на берегу вот такой прекрасной столицы находится деревня Хануабаду. Та деревня племени Моту, которая исторически, испокон веков, находилась там. И строительство домов очень интересным образом организовано. Оно сделано на свае. То есть, начиная от самого берега, строятся дома, которые уходят где-то 300-400 метров прямо, соответственно, в залив Папула, где они как раз и проживают. То есть, фактически, чтобы пройтись по своей деревне, нужно пройтись по мосткам между домами, которые построены. А в некоторых случаях эти дома так расположены, что, например, пройти к себе в дом нужно через другой дом. Ну, в основном это сделано в тех случаях, когда это одна большая семья. Но так или иначе, вот эту традиционную постройку хижин и сохранение вот этих традиций проживания именно таким образом, они сохраняют. Вообще, они... Николай Николаевич, а сразу вопрос. А насколько долговечна вся эта история? Это, к примеру, на сваях стоит, да? То есть, на сваях... Абсолютно верно. Уходят туда, в океан, да? Да, да, именно таким образом. Мало того, это не какие-то металлические конструкции, а именно деревянные. Вот вопрос именно строительства самой хижины, он сейчас изменился и строится как уже современный небольшой дом. То есть, из современных материалов. Вообще, хижина, мы помним, 3-5 лет, и нужно ее менять. Поэтому и в ответственности мужчины в Папово-Ново-Гвинеи строительство дома. Здесь она более долгое время сохраняется. Но, безусловно, требуется... Николай Николаевич, а вот этот дом традиционный, да, за который отвечает мужчина, сколько времени вот идет строительство нового, вот через 3-5 лет? Вы знаете, они строят это за несколько месяцев. Это не дело нескольких недель однозначно. Они подготавливают заранее материалы, тяжелая достаточно работа, потому что нужно делать срубы, и, соответственно, все это дело, помимо того, что превратить в конструкцию, это нужно еще и до места, до местонахождения. Да, Николай Николаевич, а тогда такой вопрос. А есть ли у них, ну, глядя на эти сооружения, так сказать, люди победнее или побогаче? Ну, мы все знаем, да, как вот у нас, начиная с 90-х, стали строить дома люди, у которых появилась звонкая монета. То есть это такие дворцы, иногда причудливые, иногда уродские. Но в любом случае они выглядят странно, потому что они не вписываются в общий ландшафт, да, да, и по дому можно сразу увидеть, вот товарищ зажиточный живет, да. А как у них, у папуасов, у них там соцреализм, как говорится, такое равенство, и все дома должны быть одинаковые. Вот я бывал несколько раз в Швеции, так там они все дома красят в один цвет, вот в темно-красный, белые ставни, темно-красные стены, и все дома маленькие, и не дай бог кто-нибудь выделится, тогда это как бы проблема уже для общины возникает. Ну, вы правы, они не сильно выделяются, эти дома, в основном они очень схожи, убранство домов достаточно простое, но мало того, рядом с этими домами в небольших клетках обитают их домашние животные, такие, например, как свиньи, собаки бегают, небольшой, в холке где-то может быть 40-50 сантиметров, неизвестные мне породы, ну, светлого окраса. И дело в том, что самое интересное, кстати, с этими собаками они ходят на охоту, помимо того, что они занимаются традиционно рыболовством, они ходят на охоту и в горы, поэтому в этом плане это так распределено. По поводу богатства и распределения, как это происходит. Ну, давайте я вам пример, на примере свадьбы расскажу. Мы с вами часто говорили о свадебных обычаях, так вот как-то происходит умодка. Вообще нас с вами, Николай Николаевич, интересуют женщины, да, в принципе, так? Это большой плюс, кстати говоря. Мне кажется. Да, да, в наше время. И для женщин, и для нас. Вот. И дело в том, что очень интересным образом это сделано. Мы должны понимать, что свинья там считается и поросенок, это достаточно дорогое удовольствие, потому что это именно большой подарок, ценный. Просто так они ее не едят, свинину. И один поросенок где-то 40 килограмм стоит порядка 800-850 долларов США, если мы будем вот так понятным языком, не переводя на кино местные деньги. Так вот, дело в том, что... 800 долларов США. Да, да. Получается следующее. Вот во время свадьбы договариваются семьи о том, что выкуп за девочку дают от 15 до 50 свиней. Вот и считайте. То есть от где-то 10 тысяч долларов до 75 самый большой был выкуп. При этом самое интересное, как это происходит. Во-первых, мы сразу же можем понять, что приоритет их, соответственно, расходов и богатство – это в сохранении тех традиций, а традиции, они, соответственно, обуславливают необходимость подготовки, соответственно, к свадьбе мальчика. Вначале этим занимается, соответственно, семья и в основном отец. Итоговое решение отдает отец о том, что да, действительно, он готов участвовать в помощи своему сыну. Но он не решает, кого выбирать, как раньше. Раньше все-таки семья решала, сейчас они сами решают. Поэтому, когда они поженятся, только через некоторое время семья мальчика отдает деньги семье девочке. Каким образом это происходит? И это время происходит в течение нескольких лет. Ну, во-первых, она должна быть действительно хорошей хозяйкой, уважать старших, не смотреть на других мужчин, родить детей, не рожать, а уже родить. Плюс к этому действительно быть частью их семьи. И вот тогда, когда вот эти все хорошие качества действительно у нее есть, и она уже стала частью семьи, новой семьи, в которую она пришла, тогда, через несколько лет, уже отец вместе с сыном отдают уже тот выкуп, о котором они договорились с семьей девочки. Вот это традиционно не изменилось абсолютно. Каким образом они зарабатывают деньги? Потрясающе. Ну, во-первых, у них есть рыболовство, и там есть рядом потрясающе хороший рынок, который практически обеспечивает свежей рыбой. Порт Морсби, столицу Папунова Гвинеи. Помимо всего прочего, они хорошие торговцы были раньше, сейчас это также и осталось. И, соответственно, там небольшой рынок, и, помимо всего прочего, то, что я сказал, охота, немало жителей ходят в офисы, работают в государственных предприятиях, в бизнесе, и потрясающе видеть, когда девушка на каблуках приходит по таким вот жердочкам в прекраснейшем костюме из отеля «Хилтон», в котором она работает, дальше скидывает свою одежду, одевает традиционную какую-то одежду или просто обычную женское платье, и, соответственно, после этого продолжает уже заниматься чем? Уже заниматься семьей. Ну, мальчик, соответственно, занимается. И, Николай Николаевич, при этом она не жужжит, что она развивается и поварихой не нанималась. Нет такого там у попуасов. Ну, вы знаете, тут же мы, исходя из того, как выкуп происходит, можем понять, что если она вдруг зажужжит, то ее, скорее всего, ее же родители попросят это не делать. Иначе денег не получат. То есть есть депозит некий страховой, да? Вот опять же вот я вот часто поднимаю вопрос, что из нашей традиции ушло приданное. А без приданного как бы вот какая-то вот, понимаешь ли, неразбериха в этой всей истории. Кстати, Николай Николаевич, а вы что вот, вы, кстати, об этом, по-моему, не говорили, а традиционная одежда для тех мест, там же тепло достаточно, да? 25 с лишним, наверное, градусов-то, да? 25, 27, сейчас 40, да. Сейчас 40, вот. Это что, это как бы набедренная повязочка или там какой-то костюмчик двубордный? Как вот выглядит женская одежда? Это национальная именно. Это юбки достаточно длинные, из натуральных материалов. Сейчас они используются во время праздника. Женщины, взрослые, традиционно могли ходить топлос. Девушки молодые прикрывали грудь. У мужчин это была повязка, да, действительно. И при этом больше ничего и не требовалось. То есть повязка набедренная, в некоторых случаях она была где-то до колена или меньше. В настоящее время они носят обычную одежду. Это футболки и какие-то шорты в повседневной жизни. Но при всех этих футболках и шортах, несмотря на то, что, вот смотрите, какие деньги надо зарабатывать на выкуп, они не идут и не меняют свое место жительства. При этом я могу сказать, что, конечно же, строительные компании пытаются отнять эту территорию. И не раз были конфликты. И в последнее время Джонг Аума, это руководитель этой деревни, получил уже документ о том, что это действительно деревня Хануаваду, и земля это принадлежит им. То есть их теперь не сместить с этого места. Они очень серьезно привязаны к своей территории. Николай Николаевич, а что же вот в плане бизнеса, например, да, мы же говорили, что вся территория вот этих, там вот, вся территория Попо-Новой Гвинеи, она является чьей-то, да? То есть все, там нет свободной какой-то земли, голой, ничьей. Как же там в итоге эти застройщики, девелоперы обращаются с населением, если им надо построить там отель где-нибудь или еще что-то поставить? Им нужно договариваться с населением обязательно. Или же они входят в часть и какую-то долю, само население, владельцы. Или же, соответственно, действительно откупают у них. Бывают и такие случаи. В некоторых случаях это есть. Я вам должен сказать, что даже при добыче полезных ископаемых на территории Попо-Новой Гвинеи существует обязательно плата землевладельцам. Вот если крупная компания приходит на территорию клана, то помимо того, что она должна обустроить ряд районов, построить школу, к сожалению, это не всегда делается. И сейчас с этим серьезная борьба. Но обязательно существует компания, которая представляет этот клан. И на счет этой компании государство, которое берет деньги от тех, кто добывает полезные ископаемые, перечисляет не менее 2% с оборота. Но это за вычетом с оборота тех ресурсов, которые уже отправляются. То есть, соответственно, там вычет есть. Понятно. А вот мы начали ведь с того, что в Морсби там много карманников. А кого они ошкуривают? Соответственно, неужели там так много туристов, чтобы разжиться кошельками? Туристы есть. Но и помимо самих туристов, мы должны понимать, там очень много экспатов. Это тех, кто приезжает там работать. Ну и сами папу-новогвинейцы, проживающие в Морсби, они достаточно, ну, скажем так, есть, что найти в их карманах однозначно. Потом не так много нужно. Ну, карманники не обязательно на том, уровне могут стащить что-то, что нам кажется особо ценным. Ну, в принципе, такое бывает. Я могу вам сказать, что не сталкивался с серьезной активностью карманников. Я знаю прекрасно, что есть районы Порт-Морсби, которые, может быть, вышли из-под контроля старейшин. И в них есть молодые, которые, ну, скажем так, пытаются... Моргиновать. Да, да. Сделать из себя бандитов, которые как бы подходят к машинам и пытаются что-то взять. Такого я не видел ни разу. Меня как-то спросили по поводу бандитизма. Я сказал, что видел ли я банды. Ну, я должен сказать, что я банды видел в Санкт-Петербурге. Когда у нас бандитский же Санкт-Петербург был. А вот банк Попоново-Двенея я не видел. Николай Николаевич, а, кстати, у них там движение-то, если бы о машинах вы заговорили. Там руль справа, слева. Как они там стоят? Справа руль, конечно же. Они же от австралийцев все взяли. И, соответственно, да, машины старые. Сейчас начали появляться новые. За последние два года очень серьезно увеличился трафик. Действительно, есть пробки. Это потрясающая ситуация, когда ты видишь разницу такую. Столица растет. И в этом плане... Я вам должен, кстати, сказать, что вот деревню, которую мне удалось посетить из команды ученых в 2019-2023 году, это не простое путешествие. Потому что попасть в эту деревню можно только с согласования. и это связано еще и с тем, что они опасаются тех, кто мог отнять у них их землю и найти какие-либо причины. Чужие их не пускают. Смотри, хорошо. Николай Николаевич Миклух-Маклай, основатель и директор фонда именно Миклух-Маклай, мы изучаем папуо-новогвинейскую цивилизацию.